Не так давно Габен показал всему миру свои обновленные семейники, и судя по вот этим вот крепким чисто мужским семьям в Стиме, в Раисе скоро запретят этот самый Стим за пропаганду ЛГБТ, HDMI и других буков среди детей. Не все поняли в чем же собственно говоря нововведение, потому что семейный доступ в Стиме существует уже лет 10, там можно было делиться играми и так далее и тому подобное, основное отличие в том, что когда ты играешь в чужую игру, то есть какого-то другого члена твоей семьи, и этот же самый член семьи пытается зайти в эту же игру, то тебя из нее больше моментально не выкидывает, а раньше выкидывало. В комментах мнения расходятся, кого-то выкидывало, если хозяин пытался поиграть в эту же самую игру, а кого-то выкидывало вообще, если хозяин хоть какую, любую игру из своей библиотеки пытался запустить. Но разумеется, если какая-то игра находится в такой вот объединенной семейной библиотеке только в одном экземпляре, то есть есть только одна лицензия, игра куплена только один раз, то поиграть в нее может только какой-то один член семьи. Все вместе одновременно в одну и ту же игру, если она куплена только один раз, играть не смогут. Не все поняли, в чем прикол-то, собственно говоря, ведь очень хочется поиграть в ту игрушку, которой у тебя нет, вместе с членом твоей семьи, и в этом, собственно говоря, весь прикол. От тебя ускользает самое главное, а именно воспитательный момент. Габен хочет, чтобы семьи в стиме работали точно так же, как и самые обычные семьи. И если в такой семье есть только одна игрушка, например, только одна машинка, или один солдатик, или одна кукла, то нужно уметь делиться с твоими братиками и сестричками. В этом смысл семьи. Не так давно я делал видос о том, что делать, если при попытке поиграть в игру в семейной библиотеке вылезает ошибка «Нет лицензий». Как выяснилось в том видосе, еще стоило сказать, что стим должен был быть онлайн, и должен быть интернет, для того, чтобы эта самая проверка лицензии состоялась. Но тут новая напасть. Не удалось создать семейную группу. В настоящее время вы можете только вернуться в семейную группу, в которой уже состояли. Ответ, почему вылезает эта ошибка, находится на основном сайте стима, в новостях об этой самой обновленной семейной библиотеке, которая сейчас в бете, в разделе «Fuck you». И, собственно говоря, второй пункт в этом самом «Fuck you» и объясняет тебе, что после того, как ты вошел в семью, в какую-то новую семью, ты можешь войти только спустя год после того, как ты вошел в предыдущую, то есть в твою текущую семью, в той, которой ты сейчас состоишь или состоял. То есть не вышел, а вошел. Ну, в принципе, очевидно, почему введено такое ограничение, иначе все скакали бы и прыгали из одной семьи в другую, как кролики. Соответственно, если вдруг ты накосячил и какую-то не ту семью создал, то тебе придется ждать год, прежде чем ты сможешь войти в какую-то другую семью. Еще раз, для тупых, учитывается момент входа в предыдущую семью. То есть если ты вошел в семью месяц назад, сегодня из нее вышел или не вышел, то в следующую семью ты можешь войти спустя 11 месяцев. Если ты в предыдущую вошел 6 месяцев назад, то в следующую сможешь войти через 6 месяцев. А если ты в предыдущую семью вошел больше года назад, то ты можешь сразу перейти в другую семью без всякого ожидания. По крайней мере, таковы правила на текущий момент, когда я делаю этот видос. То есть решение у этой проблемы очень простое. Прихватить сраку и ждать. Ты же никуда не торопишься. Я Бол Ютуба Лайк, подписька и бубенцы